Еще есть время, я тоже хотел поделиться сегодня, мы постараемся где-то, чтобы до 4 часов все-таки служение у нас закончилось, не затянулось. Тема моей проповеди сегодня очень важная для любого христианина, для церкви в целом, это пост и молитва. Сегодня, Бог открывает, что пришло время нашей церкви в отдельности, может быть для кого-то, это тоже будет откровением, начинать поститься и начинать молиться более серьезно, потому что, как мы сегодня узнаем, без поста и молитвы мы здесь не сможем сделать ничего. Что дает пост? Я хотел бы сегодня немножко поделиться своим личным опытом, своими переживаниями, взятый из моей жизни, из жизни других пастырей, которые когда-то тоже у меня на глазах, это был очень хороший пример, они постились по 40 дней. Я знаю несколько пастырей, которые постились по 40 дней, и скажу сегодня удивительную вещь, в моей жизни был человек, пастырь, который постился 40 дней без воды и без еды. И вот это для меня, как для врача, это я понимал, что это вообще невозможно, но такого человека я знаю, он по сей день живой, он по сей день несет служение в Казахстане. Сегодня я хочу открыть одно место, и оно написано, Наталья, если вы не будете успевать переводить, поднимите руку, я буду или помедленнее, или делать паузу, дайте знать. Книга «Исход», 34-я глава. Я бы даже хотел сегодня такой небольшой сюрприз сделать, прочитать это место на болгарском языке в знак уважения Болгарии, болгарам, которые на нашем служении сегодня находятся. Я вообще очень люблю болгарский язык, я думаю, почему мне болгарский язык легко дался, потому что мне нравилось его учить, и потому что я очень рано начал читать Библию. Я читал Библию когда-то в подростковом возрасте на старославянском языке, и мне это очень нравилось. Не знаю почему, но мне это очень нравилось. Я понимал, что когда я читал на старославянском, не все до меня доходило, но что-то доходило. Для меня это было как своего рода какой-то, как сканворд, как головоломка, что мне нравилось во всем этом тексте находить понятные для себя слова и понимать, связывать и находить общий смысл. Я думаю, именно поэтому болгарский мне дался легко, потому что старославянский, в принципе, это болгарский язык, или это староболгарский язык, потому что мы понимаем, что это Кирилл и Мефодий. Книга «Исход», 34 глава, только 1, 28 стих, я прочитаю на болгарском языке, это будет очень красиво. «И Моисей, стоя там с Господа, четыридесят дэна и четыридесят нождь без доеды хляб или до пиевода, и Господь написан на площади думиты на завета десяте заповеди». Аминь. Я думаю, а, ну вы прочитали на проекторе на русском языке, мы живем в Болгарии, я думаю, что каждый из вас понял, о чем идет речь. Речь идет о том, что Моисей когда-то постился и не ел, и не пил, и не пил в течение сорока дней. Для меня важно, чтобы вы сегодня в это, по крайней мере, поверили, чтобы был такой человек, который не пил и не ел. Ну, потому что, когда я первый раз услышал, я не поверил, я сказал, это невозможно, ну, извините меня, ну, вот я как доктор, там, ну, просто мы изучаем, есть научные данные, которые говорят, ну, хорошо, без еды, ну, да, можно там, но без воды, ну, это вы меня извините, это даже как-то где-то смешно, невозможно. Когда я стал ныряльчиком, ну, я ныряю, то есть под воду, да, периодически стреляю рыбу, да, ну, я гарпунчик, и когда я узнал, что на этой земле существует, ну, я ныряю, ну, и по сей день ныряю на 20 метров легко, и там лежу на дне, жду рыбу, когда она подойдет, и для меня под водой, если я лежу больше минуты, это хорошо, я считал, что это хорошо. Когда я узнал о том, что на Кипре живет один инструктор, это судья, международный судья по системе АИДа, по фридайвингу, и он также является гарпунжи, и он ныряет на 50 метров и лежит до 3 минут на дне, я понял, ну, мне стало смешно за ту глубину, на которую я покорил и гордился тем, что я на 20 метров ныряю, а тут 50 метров. Потом я узнал о том, что есть ныряльщики, которые ныряют на 120 метров уже и глубже, ну, мировой рекорд на сегодняшний день, по-моему, 127 метров. И апноэ у этих людей колоссальное. И когда я говорю о том, что апноэ, то есть задержка на дыхании у человека составляет более 20 минут, опытные люди говорят, в принципе, это невозможно. Ну, задержка дыхания на 20 минут, ну, это невозможно, это смешно. Но такие люди существуют. И тогда потом эти люди говорят о том, что это только возможно в определенных состояниях сознания, суженного сознания, это просто транс. Но эти люди существуют. Я тоже сегодня утверждаю о том, что Моисей, это был особенный божий человек, который был 40 дней без воды, 40 дней без воды и без еды. И это правда, я в это абсолютно верю, потому что в моей жизни есть человек, который живой по сей день, который также постился и не ел и не пил без воды, 40 дней и остался в живых. И поэтому я верю в то, что и Моисей это сделал. Но я верю в то, что Моисей, он был в особенном состоянии. Когда он получил эти скрижали, вы помните, Новый Завет уже, апостол Павел пишет, посланник Евреям, о том, каким он спускался с горы. Он спускался, у него лицо было преображено, оно сияло. Так что Израиль на него даже не мог смотреть. И он был вынужден, что? Надевать на свое лицо покрывало, потому что люди его просили. Мы не можем смотреть на эту славу. Слушайте меня. Это было особенное состояние. Я хочу сказать о том, что на земле, описывается в Писании, в Священописании, существовало три человека, которые постились длительное время, 40 дней. Ну вот, второй человек, это кто? Это был пророк Илья. И третий человек, который описан в Библии, это кто? Это сам Иисус Христос. Интересно, что именно эти три человека встретились на горе, помните, да, на горе преображения. Когда Иисус Христос поднялся на гору преображения, и лицо преобразилось, и стало как у ангела. Оно светилось сильнее сотни тысяч солнц. И он общался, разговаривал с Моисеем и с Ильем. Моисей это кто? Моисей это представитель закона, это тот, кто принес две скрижали вот эти камни, на которые сам Бог написал десять заповедей. Или это тот, кто стоит в сонме пророков, это один из самых больших пророков, который также стал предтечей. То есть предтечей, то есть тот, кто подготовил путь для Господа. Ну, Иисус Христос, мы знаем, что это сам Господь. Давайте мы прочтем про второго человека, потому что очень важно знать эти места. Для нас это, для верующих людей, это факт. То, что написано, это факт. Иисус Христос, когда к нему приходил дьявол, он был написанным. То есть это факт. Второе место, это Третья книга Царств. Третья книга Царств, девятнадцатая глава, с пятого стиха. И здесь я уже прочитаю на русском языке, потому что здесь немало, но смысл будет понятен. И лег и заснул под межевелевым кустом. Кто? Кто лег? Лег Илья, пророк. И вот ангел коснулся его и сказал ему, встань, ешь и пей. И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился и опять заснул. Это когда Илья бежал от верной погибели, потому что Езавель принял решение его убить. Ну, найти его и убить. Он поел и напился и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога перед тобой. Для чего ангел проносил ему еду и воду? Для того, чтобы подготовить его и сказать ему, что перед ним предстоит дальняя дорога. И он встал, поел и напился. И подкрепившись той пищей, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне. И сказал ему Господь, что ты здесь, Илья? Он сказал, возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал, выйди и встань на горе перед лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы, пред Господом, но не в ветре, Господь, после ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня вение тихого ветра, и там написано Господь. Бог приходит чаще всего в вение тихого ветра. Очень тихо, у него очень тихий голос, говорит он очень нежно, но после этого всегда приходит совершенный мир. Услышав сие, Илья закрыл лицо милуюся своей и вышел из стола у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал, что ты здесь, Илья? И он опять повторяет слова, я не буду опять повторно это читать, что вот я один остался. После того, как Илья это произносит, Господь дает ему определенную миссию. Миссию для того, чтобы ему пойти, рукоположить царя над Израилем, потом обучить Елисея и поставить его, пророка, вместо себя. То есть Библия нам раскрывает, что пост, он необходим перед тем, как исполнить какую-то миссию, которая поручена Богом, человеку. И без поста, ну так получается логически, что человек просто эту миссию он просто не выполнит. И в чем предназначение поста, вот по этим двум местам, Писание по Ветхому Завету, я хотел бы сказать сегодня основную мысль, что дает нам пост, особенно такой длительный пост, как 40 дней или 20 дней, без еды вообще. Он дает человеку сокрушение, он человеку дает смирение, и он дает человеку возможность, так как человек перестает надеяться на свои силы, потому что сил не остается, дает ему очень хороший навык упования на Господа, когда он все свое упование возлагает на Господа Бога и надеется только на Него, и говорит так, что Господь, я сам не смогу, но ты можешь. Раз ты мне дал это повеление, эту миссию, то ты сам и сможешь это исполнить, потому что ты всемогущий Бог. Давайте мы прочтем уже Новый Завет. В Евангелии от Луки мы уже прочитаем про самого Господа Иисуса Христа, как Иисус Христос постился. Евангелие от Луки, 4 глава, с 1 стиха написано так. Иисус, исполненный Духа Святого, возрастился от Иордана, поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни. Здесь не написано о том, что Иисус Христос не пил. Написано, что он только не ел. Но это уже немало. Но заключается в том, что на протяжении всего вот этого периода он был искушаем от дьявола. И это очень серьезно, потому что это отец лжи, это искусно в своем деле дьявол, который умеет искушать. И смотрите, по прошествии их напоследок залкал. То есть Иисус очень сильно захотел есть. Дьявол решил этим воспользоваться. С 3 стиха. И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, в чем он, например, сомневался и хотел его просто как-то испытать, проверить, то вели этому камню, он указывает на какой-то камень, и сделай со хлебом. Иисус сказал ему в ответ. И давайте мы сегодня услышим, что этот ответ для сегодня и для нас также. Иисус сказал ему в ответ. Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. Смотрите, вот в этом месте Иисус Христос дает нам хорошую подсказку. Чем он питался на протяжении 40 дней там в пустыне? Иисус Христос питался, и он об этом говорит. Он питался Словом Божьим. Слушайте меня. Что дало Моисею сил не есть и не пить там на горе Синай, когда он находился? Он находился в очень мощном присутствии Бога. Он общался с Богом лицом к лицу. Так говорит Писание, я ничего не придумаю. Это было очень близкое общение и насыщение. То есть и Моисей питался Богом, и здесь Библия говорит, что Иисус Христос тоже питался кем? Он питался Словом Божьим. Не всяким хлебом, но всяким Словом Божьим. Смотрите, это очень хорошее, знаете, тайное Писание, которое подсказывает о том, что пост, что мне делать во время поста, если я хочу есть, Библия говорит, Иисус Христос говорит, питайся Божьим Словом. Читай Библию. Аминь, да? Молись, произноси Божьи слова, исповедуй, провозглашай. Можно общаться с другими верующими. И я хочу сказать о том, что это реальный опыт. Когда мы вместе собираемся и начинаем размышлять на Божьи какие-то темы, мы уходим с общения какими? Мы уходим насыщенными. Аминь или аминь, да? Ну, то есть нам становится очень хорошо, потому что мы насытились Божьим Словом. Это только первая подсказка, которую дает нам сам Господь Иисус Христос. Он питался Божьим Словом. Вторая подсказка. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьяволу, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Смотрите, ну, у дьявола есть такая власть, Писание об этом говорит, а то, что она отдана ему, ну, вернее, она была когда-то украдена буквально еще в Едемском саду, когда дьяволу удалось обмануть Адава и Еву, ну, внушив им то, что вы не умрете, если вкусите. И после этого власть от человека, она перешла к дьяволу, и по сей день, можно сказать, этот мир лежит написано возле, и князем этого мира является сам Сатана. И он имеет такую власть, и он показывает Иисус Христу все царства земли, и там мы видим, мы можем увидеть в том, что все богатства, все какие-то изобилия, ну, там столы ломятся просто, какая-то просто очень богатая пища, какие-то напитки. Все это Иисус Христос видит, и дьявол ему говорит, вот сейчас это все будет твое, ты голодный, ты пойдешь вот за этот стол, тут же сейчас там, я тебя лично туда перенесу, насытишься, наешься, если только сделаешь одно, поклонись мне. Слышите, да? Дьявол искушал его через его голод, через его алканье, только сделай одно, поклонись. Если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, Сатана. Написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Второй ответ, почему Иисус Христос спокойно выдержал этот пост, он находился в состоянии, чего? Поклонение. Слышите меня? Иисус Христос там, в пустыне, находился в состоянии глубокого поклонения перед Богом. Можете сказать аминь? Это была его пища, это было его насыщение, он этим насыщался, это его спасало, это его удерживало, можно сказать, в силе. Это давало ему силу, саму силу, славу от Бога. Очень близкое общение, оно приходит в поклонение, когда мы поклоняемся единому Богу. Третий момент, это еще не все. Повел его в Иерусалим и поставил его на крыльях храма и сказал им, если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, сохрани тебя, и на руках понесут тебя, и да не притнешься, а камень ногою твоей. Иисус сказал ему в ответ, не искушая Господа Бога твоего, и окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И этот диалог заканчивается тем, что возвратился Иисус в силе духа, Он возвратился в силе неославленной, Он возвратился в силе духа в Галилее, и разнеслась молванием по всей крестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. Иисус Христу была отдана слава. Люди видели, что Он необыкновенный. Что Иисус Христос делает, когда дьявол опять к Нему подходит, начинает всячески искушать? Он Ему твердо противостоит и говорит, отоди от меня, сатана, не искушая Господа Бога твоего. Я хочу сказать о том, что во время поста очень часто приходят различные искушения, какие-то испытания. Наша задача, я хочу сказать, это реально поле брани. То есть во время поста мы воюем, и мы призваны вот в этой брани побеждать. И побеждать мы можем только так, как показал нам Иисус Христос. Отоди от меня, сатана. Не искушая Господа Бога своего, написано, отоди от меня, сатана. И когда у тебя вера твердая, дьявол отходит. Так и написано. И смотрите, у Якова написано так. Смиритесь прежде под крепкую руку Божию, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Вот здесь очень хорошая подсказка в плане того, что смирение нам дает истинную силу и защиту в Господе, так что даже сатана убегает. Слышите меня? Сатана вынужден бежать. Только тогда, не когда я силен, вот лично я силен, противостаньте дьяволу, дьявол меня не боится. Дьявол боится моего смирения. Слышите меня? Моего сокрушения. Он боится тогда, когда я действительно осознаю свою немощь. Смиряясь под крепкую руку Божию, признаю власть и силу всемогущего Бога. Кого дьявол боится? Он не боится меня, он боится Бога. Аминь. Он боится сегодня, на сегодняшний день, он боится очень сильно власть Иисуса Христа. Он боится Иисуса Христа. Лично. Потому что он уже имел с ним столкновение, и Иисус из этой брони вышел полным победителем. Абсолютная победа. Скажи на это аминь. Слава нашему Богу. И здесь мы получаем такие ответы, для чего нужен пост, чем мы буквально питаемся во время поста, что нас насыщает, что нас благословляет, что нас удерживает. Я расскажу немножко коротко о том, как я проходил сорокадневный пост. Я расскажу о том, что не всем этот пост нужен и необходим. Я уже поделился тем, что входят в большой пост, как правило, перед большой какой-то миссией, перед той миссией, которую нужно исполнить, не через свое какое-то дарование, дали какой-то талант, а через личное упование на нашего Господа Иисуса Христа. И я бы хотел так сказать о том, что есть какие-то такие нюансы, о том, что не всем я рекомендую так долго поститься. Кому-то достаточно поститься три дня максимум. У кого-то здоровье не позволяет. И это вполне можно понять. Не всем это дано, не всем это и нужно делать. Я помню, наш пастор в Грессе, он говорил так, он проходил через сорокадневные посты несколько раз. У него было несколько раз, наверное, четыре или пять постов по сорок дней. И он все их выдержал достойно, потому что там были очень сильные гонения, испытания такие, он все выдержал. И он говорил, вы знаете, сорокадневный пост это всегда, это очень большой риск. То есть каждый раз я думал, что я уже из этого поста не выду живым. Я бы вам советовал, лучше сорок раз по одному дню поститься раз в неделю, чем один раз по сорок дней. И он учил свою церковь, что просто посты должны быть регулярными. Хотя бы один раз в неделю, хотя бы там выбрать какой-то день, день, вторник или четверг, и хотя бы один день в неделю поститься и молиться. И церковь так и делала. И мы тоже входим сейчас в такие регулярные посты для того, чтобы просто познать силу всемогущего Бога через наше сокрушение и смирение. Я могу сказать о том, что, конечно, Библия нас учит. Очень сильные посты это те посты, о которых никто не знает. Тайные посты, сокрытые посты. Но это личные посты. Понятно, что это личный пост твой, между тобой и Богом. Никто об этом, кроме Бога, не знает. И Бог за это тебя очень обильно благословляет. Но есть также и церковные посты, когда мы вместе призваны поститься. Иисус Христос также об этом говорит. И эти посты, они не могут быть тайными, потому что, ну, вся церковь об этом знает, и мы все вместе постимся. Я хочу сказать, что лично для меня было легко. Очень трудно поститься, особенно было трудно начинать входить в посты. Было трудно поститься даже одни сутки. Вторые сутки тоже было трудно поститься. Третьи сутки, как правило, были самые-таки кризисные. Потом только я узнал, оказывается, что труднее всего поститься именно первые три дня, потому что кишечник еще работает. Я чуть-чуть расскажу эту тайну. И очень много энергии уходит на переваривание. Ну, переваривание той пищи, которая осталась. освобождение, реальная легкость приходит уже где-то на пятый-седьмой день поста, когда человек полностью воздерживается от пищи, ничего не ест. И когда кишечник не получает вообще никакой пищи, ему нечего переваривать, и он становится чистым, я хочу сказать, на пятые, шестые, седьмые сутки, это всегда индивидуально у каждого человека происходит, происходит отключение перистальтики желудочно-кишечного тракта. Кишечник перестает работать. Вот кто об этом знал, поднимите, пожалуйста, руки. Слава Богу за то, что кто-то знал, потому что не все об этом знают, что очень важно отключить свой кишечник, потому что он забирает слишком много энергии на себя. Когда кишечник отключается, на седьмые сутки мы начинаем чувствовать легкость. Например, после недели поста мне, ну, два раза я постился по 21 день без еды, на седьмой день мне приходилось легкость. Я продолжал работать, я делал какие-то массажи, делал какие-то врачебные манипуляции, консультировал народ, улыбался всем. Я хочу сказать о том, что 21 день можно молиться и поститься тайно, и никто об этом не будет знать. Практически твоя структура, структура твоего тела, она практически не меняется. За 21 день человек, если похудеет, где-то на 5-6 килограмм, ну, это вот максимум, но это может быть совершенно незаметно. То есть 21 день можно поститься тайно, и это будет очень хорошо, чтобы знал только один Бог, и только ты, и Бог тебя за этот пост очень сильно благословит. И я вам эти посты просто рекомендую. Но мы всегда готовим к постам, потому что вы не подойдете к такому длительному, более-менее длительному посту, как 21 день, если вы не пройдете длительно, о том, что не будете поститься регулярно, сутки, двое, суток, трое, суток, пять, семь, например, в моей жизни бесчетное количество постов по одному дня, ну, естественно, я уже не считаю, по три дня очень много, по пять дней несколько раз, где-то три раза я постился, ну, одну неделю, два раза постился по 21 день, и один день постился по 40 дней. На 40 дней я пошел только тогда, когда два раза я постился по 21 день, и поверил, что в 40 дней можно поститься, потому что 20 дней я бегаю, скачу, как лань, такая бодрая, и мне совершенно вообще, ну, как бы так, я поверил в то, что 40 дней тоже можно поститься, но, вы знаете, когда я вошел в 40-дневный пост, ну, все хорошо, три недели я хорошо отпостился, всем улыбаюсь, такой довольный, продолжаю работать, но, когда начался уже 22, 23, 24, 25 день, я почувствовал, что пришла сильная слабость, и где-то уже, когда прошел месяц, я уже слег, то есть, я уже перестал работать, я уже в основном слабо двигался, или в основном просто лежал, на 38 день меня парализовал, я просто лежал, и не мог шелохнуть даже пальцем, но, вы знаете, вот это состояние, оно уникальное, потому что на 39 день я начал просто как вопиять Богу и говорить, Господи, я понимаю, что я вообще ничего сам, ничего не могу, я боюсь, что я могу вообще умереть, пожалуйста, дай мне силы, пожалуйста, дай мне вот мудрости, как выйти, мне не хочется выходить раньше времени, потому что я отдал обед, вот, и вы знаете, что началось, на 39 день я просил у Бога, чтобы Бог пошевелил мое, чтобы Бог, слушайте внимательно, Бог, чтобы пошевелил моей рукой, и у меня дрогнули пальцы, и для меня это была великая радость, я говорю, Господь, пожалуйста, подними мою правую руку, и моя правая рука без меня, она вдруг поднимается, вот это для меня было чудо, невероятное чудо, потому что я понимал, что у меня сил поднять правую руку нет, потом говорю, Господи, подними, пожалуйста, мою левую руку, я вижу, что левая рука поднимается, правая рука, левая нога, все тело, я начинаю шевелиться, двигаться, а на 40-й день, потому что я понимал, что на 40-й день доктора мне предложили пройти обследование, потому что они сказали так у нас городе мы не знаем ни одного такого случая чтобы человек 40 дней голодал ничего не ел остался в живых мы хотели бы вас исследовать обследовать ну что там происходит вообще в организме когда человек 40 дней не ест я понимаю что с на 40 день не надо подняться встать и куда-то идти куда-то ехать я готовился я на 39 день я встал сделал так не вну несколько вот так просто ну так походов до несколько шагов одну сторону нишняка несколько шагов другую сторону на 40 день мне позвонили сказали мы ждем диагностическом центре я понимал что пешком я до туда не дойду внизу стояла машина наталья куда-то ушла я был один я потихонечку спустился из четвертого этажа сел машину а у меня уже началось нарушение аккомодации ну то есть в том плане что я не мог уже фокусировать взгляд то есть глаза косились они разъезжались в разные стороны я не мог их вот так как-то управлять но зрелище наверно было не для слабонервных если вы меня увидели вы меня на рне у не узнали просто глаза у меня вот так вот в разные стороны как у хамелеона вот так ходили и знаете что я сделал когда сел машину один глаз я закрыл и ехал с одним глазом благо что ехать надо было недалеко это было на нуркин обдировано с улицы она так называется я сел машины поехал с одним глазом очень медленно очень медленно ехал потому что вот и фокусировка была сильно нарушена я видел что просто машины какие-то проезжают я старался но не потерять сознание я доехал до парковки оставил там машину хорошо что это было на девятом этаже и хорошо что там был лифт потому что понятно что на 9 этаж я бы не поднялся я зашел в лифт нажал кнопку и там меня на девятом этаже уже ждали доктора когда я оттуда вышли они испугались потому что они видели меня когда я был еще в здравии ну как бы как бы в своем теле а тут я потерял 23 килограмма я сбросил у меня ушло и вышел скелет из из этого лифта сразу вот с такими глазами в разные стороны и профессор мне говорит а коллега коллега ну да давай давайте это ну вы взяли меня под ручку пройдемте пройдемте с нами и вот так меня куда-то повели и завели меня в комнату начали меня диагностировать обследовать там брать всякие анализы анализы сказали то что они были в шоке они сказали доктор мы хотим вам сказать что у вас произошло обновление всех систем всех органов внутренних у вас новое сердце у вас новая печень у вас новая костная система вас новые почки мы не знаем что вообще что это произошло но мы мы хотели бы у вас попросить вот эти исследования дать нам разрешение чтобы мы внесли их в энциклопедию в нашу энциклопедию и они будут там вот так просто высвечены и скажут что вот что происходит человеком когда он находится в сорокодневном посте ну что это будет написано что это верующий человек что не просто голодал а что это был пост религиозный пост и что он вышел из этого поста полностью целиком обновленным но знаете сила поста она не заключается в том чтобы выдержать 40 дней самая опасная самая опасная грань это как правильно выйти из поста очень много я знаю очень много священников служителей верующих они погибли реально погибли потом мы через какое-то время после вот этого сорокодневного поста мы узнали что семья пастыря пастырь месяца со своей женой вошли в сорокодневный пост они уже из-за того поста уже не вышли они неправильно вышли они скончались они оба умерли потому что приняли твердую пищу и она просто ну произвела заворот кишок эти люди скончались к сожалению поэтому моя задача объяснить как правильно выходить да я хочу сказать что есть принцип который очень прост ровно столько сколько ты находишься в посте ровно сока тебе надо выходить если ты был три дня в посте тебе надо три дня правильно выходить что значит правильно выходить пост на пищу вот я например честно говоря ну я не принимаю постов которые просто на какой-то диете ну просто не ешьте жирного не есть и мучного не есть и слишком жареного и это называется пост но это я хочу сказать это не библейский пост ну есть описанный пост в книге даниила когда даниил ограничил себя он не ел сладкого хлеба да мы помним он не не пил вина вот но это было как бы исключение все посты которые описывают священное писание они основаны на том что это полное воздержание поста сам смысл вот этого слова пост переводе с греческого языка это закрыть свой рот для пищи то есть твой рот для пищи должен быть абсолютно закрыт в еврейском переводе это буквально обозначает о том что после топлю на состояние когда человек просто теряет теряет просто какую-то потребность пищи потому что он находится очень близком общении с богом когда ты входишь в общение бога ты входишь какое-то особенное состояние когда просто пищи тебе становится просто ну не нужно понимать слышите меня ну просто необходимость такая нужна такая просто отпадает потому что ты реально общаешься с богом ты находишь его святая святых в его славном присутствии ты питаешься им ты его пьешь это желание иисус христа могут пейте меня слышите помните да есть и меня мы призваны во время поста кушать иисуса криста и пить его и напоследок я хочу еще прочесть евангелие от матфея мы уже идем концу 17 глава я знаю о том что когда люди узнают о том что нового если там есть люди которые постились реально по 40 дней туну я тоже смогу поститься хотя бы три дня могу могу же поститься но если 40 дней они могут значит я хотя бы три могу вот моя задача сегодня возбудить вас ревность нежеланные ну хотя бы 3 дня до потому что книги эспирь описывается трехдневный пост когда весь израиль ну на грани который находился на грани истребления физического истребления он вошел в трехдневный пост без воды и без еды включительно беременных женщин придись включительно скот с животные тоже ваши вошли после мне давали не кушать не пить помните да это место весь израиль включая животных вошел в такой, его называют сухой пост. Это сухой пост. Сухой пост, это когда без пищи и без воды. Смотрите, что написано в Англии от Матфея, 17 глава. С 14 стиха мы можем прочитать. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал, Господи, помилуй сына моего. Он в Волуне беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, но они не смогли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал, Урод неверный и развращенный, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него. И отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, скажите горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для нас. Сей же род изгоняется только, смотрите, Иисус говорит, только. Сей же род, какой род? Бесовский род. Сей же род изгоняется только молитвой и постом. Иисус Христос говорит, что определенные бесы, определенные духи, они изгоняются не только молитвой, они изгоняются только молитвой и постом. Скажу вот на это аминь, потому что это говорит Иисус Христос, это говорит наш Господь. И я хочу сказать, что Господь нас призывает здесь, вот на этом месте, в Болгарии, входить в посты. Вы знаете, у нас был реально практический опыт в нашей церкви, где мы служили вместе с Натальей, когда к нам привели девушку с истинной эпилепсией. Это так и называется истинная эпилепсия, потому что есть неистинная эпилепсия. Например, неистинная эпилепсия – это посттравматическая, когда человек принес серьезную черепно-мозговую травму, и потом у него возникли судороги. А истинная эпилепсия, а слово «эпилепсия» переводится с греческого языка как «охватываю», «одержимость». То есть буквально эпилепсия переводится как «духовная одержимость». То есть вы представляете, сегодня существует феномен, который описан в научных трудах о том, что истинная эпилепсия – это как будто бы в человеке живут какие-то сущности. И они его, ну что хотят, то и творят. Ну, схватывают периодически, сжимают его, владеют им. И, как правило, тенденции такие довольно разрушительные. Когда нам привели эту девушку с истинной эпилепсией, мы заметили, что когда мы начинаем за нее молиться, она падает на землю и начинает извиваться, как змея. Ну, делают вот такие змееобразные движения. И при этом, когда она делает вот такое змееобразное движение, она подпрыгивает примерно на полметра от земли. Представляете? Ну, то есть как это так? Девушка, которая, ну, я помню, 19 лет, она вот, совершая такие змееобразные движения, подпрыгивала на полметра от земли. И потом опять падала, опять развивалась, и потом опять подпрыгивала. И мы заметили то, что когда мы призываем кровь Иисуса Христа, ну вот она открывала глаза, не мучайте меня, там какой-то вот такой мужской, кстати, грубый голос, который периодически использовал такое, знаете, такие словообороты, сквернословие, такие маты, ну такой семиэтажный мат стоял, что мы просто вот, ну реально нам приходилось вот так иногда уши свои затыкать, потому что слушать это было невозможно. Невозможно. Бесовская речь. Ученые уже доказали, что когда человек находится в постинсультном состоянии, в стадии афазии, то есть у него нету возможности говорить, отпадает до речи, и вдруг в какой-то момент он начинает материться. Ученые доказали, что вот этот матерный язык, он идет по отдельным нейросенсорным связям. Это не язык человека, это язык бесов. Это уже доказано. И вот мы видели это своими глазами, и мы пережили такую вещь, что мы не можем отойти от нее. И мы понимаем, что мы мучим этого беса, мы молимся, но он не выходит. Ну мы приказываем, мы повелеваем, но он не выходит. И мы понимаем, что мы должны продолжать молиться, и мы продолжаем, ну мы вынуждены находиться в посте, потому что никто отойти не может. Потому что кто-то начинает один отходить, это прекращается. И мы говорим, Аня, Аня, не отходи, продолжаем молиться. Все, Бог сказал, Иисус Христос сказал постом и молитвой, вспомним вот эти слова, будем продолжать. Нам некогда кушать, извини, нам некогда отвлекаться, давай продолжать. Будем молиться до тех пор, пока бес из нее не выйдет. И я помню, что мы молились за нее несколько суток подряд, без сна практически. То есть иногда кто-то отходил на сон, чтобы немножко вздремнуть, но мы точно молились без еды, без возможности покушать и без возможности попить. Молились за нее несколько суток, пока бес из нее не вышел. Но он вышел, слава Богу. Аллилуйя. И девушка получила освобождение. Вот для чего нужен постом молитва. То есть молиться и поститься до тех пор, пока территория не будет очищена от бесов. Слышите меня? Пока не придет победа Иисус Христа, полная победа Иисус Христа. И истинный смысл поста, я уже прочитаю последнее место, и мы уже заканчиваем, будем молиться. Это написано у пророка Исаия, конечно, и многие это место знают. У пророка Исаия, мы можем прочитать 58 главе, с 3 стиха, люди задают такие вопросы Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы, смотрите, как Бог говорит, вы поститесь для ссор и распри. Я хочу сказать о том, что здесь как раз-таки Библия, Бог говорит, это верное Божье Слово, о том, что есть религиозные посты, которые отличаются тем, что эти посты назначаются для того, и мы можем увидеть очень обозленных, рассерженных людей. Слышите меня? Во время поста они очень раздраженные, очень легко их вывести из покоя, из равновесия, они могут сказать тебе какие-то слова. Я хочу сказать, такой пост, он не от Бога, мы можем это сразу определить. Вы поститесь для ссор, для распри, для того, чтобы дерзко рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Смотрите, еще одна цель поста. Бог бы хотел, чтобы мы постились для того, чтобы наш голос был услышан там, у Бога, на высоте, во святая святых. Слышите меня? Аминь. Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и постилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем, угодным Господа? Вот пост, который я избрал. Разреши окову неправду. Развяжи узы ерма, и угнетенных отпусти на свободу. И расторгни всякое ермо. Ермо, несвобода, то, что тебя сковывает, то, что тебя связывает, делает тебя несвободным. Раздели с голодным хлеб твой, и с китающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, от единокровного твого не укрывайся. Тогда откроется, как заряд, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. Твое исцеление скоро возрастет. Скажи аминь. И правда твоя пойдет перед тобой, и слава Господня будет сопровождать тебя. Смотрите, истинный пост всегда сопровождается Божья слава. Когда ты возовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет, вот я. Когда ты удалишь из среды твоей ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное. И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда. Смотрите, один раз человек перенес серьезный пост, ну, например, Илия, да, или Моисей. И Бог ему обещает, теперь я буду твоим вождем навсегда. И во время засухи будет насыщать душу твою, уточнять кости твои, и ты будешь, как напойный водой сад, и как источник, который воды никогда не иссякают. И застроится, смотрите, что Бог обещает, после истинного твоего поста, поста твоего сердца, застроится потомками твоими пустыней вековые, ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихоти твоей во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, вот для нас, ну, например, мы практикуем субботу, например, для нашей церкви суббота – это семейный день, ну, то есть мы в субботу, как правило, ничего не делаем, только экстренные случаи, когда человеку стало плохо, и нужно ему, ну, как Иисус Христос учит, помочь, ну, говорит, если осел упал в яму, разве ты его в субботу не вытащишь, да? Мы это практикуем, но Библия нас учит, чтобы у нас суббота, шаббат, был каждый день, да? Вот для меня воскресенье – шаббат, и понедельник для меня – шаббат, потому что шаббат – это мир, тот мир, который, ну, Бог бы хотел, Иисус Христос, чтобы этот мир владычивал в наших сердцах семь раз в неделю. Скажи аминь. «То будешь иметь радость, Господи, и возведу Тебя на высоты земли, и дам вкусить Тебе наследие Якова Отца Твоего уста Господни», чтобы не оставалось никаких сомнений. Библия говорит, уста Господни это изрекли. Уста Господни изрекли это. Церковь Божия скажет аминь. Все то, что я сегодня прочитал, или о чем я рассказал, я бы не хотел, чтобы кто-то подумал, чтобы я рассказал это для того, чтобы показать, что я какой-то особенный. И наоборот, я хочу похвалиться моим Господом, потому что 40-дневный пост, он лично меня, он сломал. Он сломал меня как человека. Целый год мне понадобилось для того, чтобы восстановиться после 40-дневного поста, потому что ровно год у меня не было никаких сил. Я еле передвигался, ну, просто двигался, не было, была очень сильная слабость, и поэтому я сегодня вот, я не рекомендую кому-либо поститься. Ну, на это нужно получить какое-то очень мощное личное откровение. Слышишь меня? На 40-дневный пост нужно иметь очень мощное личное откровение. Ну, я рекомендую посты. Один день, два дня, три дня, пять дней, неделю, 21 день. Можно поститься очень смело. Если у тебя есть какие-то проблемы со здоровьем, ну, опять же, Библия говорит, что исцеление твое возрастет во время поста, во время правильного поста. Аминь. Если ты хочешь получить исцеление, входи смело в пост. Ну, начинай с малого. Один день, два дня, потом опять один день, потом три дня, потом опять два дня, потом опять пять дней. И вот так просто потихонечку, то есть в комфортном режиме для себя, вот могу два дня поститься, но Бог по силам мне дает, сверхсил не дает, поэтому зачем себя насиловать. Критерием всегда должно быть о том, что вот просто на самом деле я поставил себе цель хотя бы потихонечку подойти вот к какому-то рубежу. и я знаю о том, что оказывается, первые три дня поститься очень тяжело, но я хочу сказать, в первые три дня что проявляется? Дела плоти проявляются, которые описаны в послании Галатам. Приходит раздражение, ярость иногда приходит, гнев приходит, невозможно, ну то, что Исаи описывает, невозможно прикоснуться человеку, там, что ты ко мне лезешь, там, отстаньте от меня, да, где я, ну, и вот просто вот такое раздражение, что это? Это плоть. Плоть проявляется, это нормально, в Библии это написано. Наша задача, ну, написано, да, в Писании, духом умерщвлять дела плоти. Вот и смиряйся, вот, плоть, плоть моя, смиряйся, да. Три дня прошло, с плотью уже как-то уже поменьше, там, уже, уже, тоже хочет, там, ударить по духу, противостать духу, но уже нет сил, да. Четвертый день, плоти все меньше и меньше, на пятый день плотяжка твоя потихонечку, там, где-то вот так легла, и уже не двигается. На седьмой день приходит всегда ощущение свободы, легкости, благодати. Это момент, знаете, истины, когда ты просто, ну, я бы очень хотел, чтобы каждый из вас это пережил. Когда приходит благодать, и тебя дух святой начинает просто водить по этой жизни, и приходит личное упование. Господь, позволь мне сделать это, Господь, позволь мне сделать то, и ты делаешь это не своими силами, а силами Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы коротко помолимся. Слава тебе, всемогущий Бог. Аллилуйя, Отец, мы благодарим тебя за Твое слово, за Твои истинные, Господь, которые они, Господь, очень не меняются, как и ты не меняешься. В тебе нет ни тени, ни перемен. Спасибо тебе за то, что открываешь нам таинство постов, потому что не все понимают смысл поста, зачем они нужны, в чем их необходимость. Но мы сегодня узнали о том, что без поста мы здесь, в Болгарии, не поднимемся, не распространимся, не прорвемся, Господь, не одержим полную победу, потому что есть бесовские духи, которые сгоняются только постом и молитвой. Потому что ты так сказал, и это сегодня также не изменилось. Нам нужны посты, нам нужны молитвы, для того, чтобы, Господь, смирить свою плоть, для того, чтобы пришло истинное смирение, чтобы пришло упование на Тебя, и чтобы ни своей силой, ни своей мудрости, Господь, на силой всемогущего Бога, силой Святого Духа, нам просто покорять здесь, на этой прекрасной земле, Господь, всякого бесовского духа, все покорить под ноги Твоей, Господь, потому что мы к тому призваны. Церковь Твоя имеет такую власть, такую силу, но чтобы войти в эту власть, нам нужно пройти всем через посты и через молитвы, войдя в полное смирение и упование на Тебя, Иисус Христос. Спасибо Тебе. Мы молились во имя Отца и Сына, и Святого Духа. И народ Божий скажет Аминь.